Приближается католическое Рождество, и Санта Клаус уже готов отправиться в свое ежегодное путешествие по разным странам мира. Весь год он, его эльфы и олень Рудольф готовились к этому ответственному периоду. Санта собирал подарки, эльфы читали письма детей, а Рудольф набирался сил перед долгим путешествием. Даже снеговик, который стоит у резиденции Санты, похоже, полностью готов к празднику. Перед выездом Санта-Клаус традиционно обратился ко всем детям мира. «Я хочу, чтобы все дети во всех школах стали друзьями, помогали друг другу, поддерживали друг друга, если возникают проблемы, стали настоящими друзьями, и тогда все будут равными. В результате наша земля станет более мирной и всем будет лучше. Желаю вам веселого Рождества и счастливого Нового года». Пока Санта обращался к детям, эльфы в почтовом отделении заканчивали отправку писем для детей. «Помимо того, что мы работаем как обычное почтовое отделение, мы также получаем письма для Санта-Клауса от детей со всего мира. Мы их сортируем по странам, открываем и потом читаем вместе с Санта-Клаусом. Каждый год мы получаем около полумиллиона писем». И вот мешок собран, Санта-Клаусу пора в путь. Теперь поработать придется Рудольфу. «Город Равниеми в Финляндии остаётся главной туристической достопримечательностью этой страны. Каждый год в деревню Санта-Клауса приезжают около 300 тысяч гостей. Наибольший интерес это место вызывает у посетителей из России, Японии, Финляндии, Германии, а также Китая, Франции и Испании». «Ха-ха, приезжай, поика. Приезжай, поика. Приезжай, поика. Продолжение следует...